Поздно ложиться и поздно вставать, заказывать еду на дом, смотреть сериалы нон-стоп. Все это реалии карантинного периода. Самоизоляция привела к тому, что режим дня многих людей буквально рухнул. И вот из этого диванного королевства нужно как-то выходить. Или нет? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала Личный врач. Это программа «Звоните доктору». Карантин и самоизоляция. Время обратить самое пристальное внимание на свое здоровье. Так считает наш гость. Это Дмитрий Шипуля, специалист общественного здоровья, председатель секции по здоровому образу жизни и физкультуре Общественного совета НКО. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, уже все поняли, о чем мы будем говорить сегодня. Хотя, кто его знает, в какую сторону уйдем, правда? Да. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Можете получить сегодня практические советы на любые ваши вопросы. Звоните к нам в студию и мы ждем ваших звонков. Итак, самоизоляция не вчерашняя тема. У людей 65+, например, она продолжается. Там люди помоложе уже вышли на работу, но еще тем не менее, я думаю, что последствия на себе ощущают до сих пор. Так вот, все-таки самоизоляция и здоровье. Какая здесь связь, если сейчас не говорить о заболевании ковидом непосредственно, а о том, что мы посидели дома? Ну, любая самоизоляция на самом деле уже стресс. Потому что человек, все-таки животное не совсем домашнее, ему нужен определенный простор. Проводились исследования, когда еще в советские времена, исследования подводников. И выяснилось, что если человек находится около месяца в закрытом помещении, то есть не видит горизонта, то он уже испытывает очень серьезный стресс. И поэтому для подводников там применяли специальный транквилизатор, успокоительный. Даже рекомендовало занятие йогой в кубриках. То есть были такие труды, потому что вот когда человек загибает себя там в морской узел, может завязать, ему становится чуть-чуть полегче, чем там. Потому что это сидеть в кубрике, тем более там на глубине несколько сотен метров, и понимать, что над тобой толще океана и на горизонт не посмотришь, это психологически очень сложно. То же самое происходит и в самоизоляции. То есть когда человек сидит дома, он не видит, он не дышит свежим воздухом, он не видит горизонта, он не видит толком неба. Плюс он находится постоянно в стрессе, потому что из всех утюгов идет информация, которая пугает и пугает. И справиться с этим стрессом вот как раз и нужна программа по восстановлению домоседов. То есть вот то, что даже если люди, которые вроде бы сейчас и разрешили ходить, но мы выявляем следующие вещи. Буквально вот сегодня мне председатель одного из территориальных общественных самоуправлений рассказывает, «У меня там женщина, наш активист Е-65+, она даже привелась, но она из дома не выходит, потому что ей страшно. Никуда там, может быть, до аптеки дойдет и снова бегом домой сидит». Я говорю, ну что ж такое, у нас на самом деле не такая страшная изоляция, как в Европе, потому что все-таки территория побольше. Да, конечно, людям не нужно посещать массовых скоплений людей, но, например, гулять в парковых зонах или как-то прогуливаться вокруг дома в одиночестве, соблюдая социальную дистанцию, это не только нужно, не только можно, но и нужно. Таких очень много людей на самом деле в пожилом возрасте, которые просто боятся действительно выйти из дома сейчас. И действительно, это не шутка, действительно нужно соблюдать все меры предосторожности, не нужно посещать мест, где можно заразиться, но в парковой зоне заразиться гораздо сложнее, чем, например, та же дома, потому что зашел кто-нибудь заставщик еды или кто-нибудь из родственников принес на себе вирус. Тем не менее, если сидеть дома, то начинаются очень серьезные последствия. То есть, если, например, понимаете, что если человек положить, например, на месяц, просто здорового человека положить в постель на месяц, то через какое-то время он, примерно через месяц он станет инвалидом. Почему? Ну, потому что застойное явление, человек – существо движущееся, ходящее, потому что у нас дренаж ткани происходит, когда мы двигаемся. Когда мы лежим, как все знают, возникает пролежний, но понятно, что человек, который сидит дома, он все-таки не такой, он не совсем лежит, он может пройтись, но, к сожалению, люди начинают ходить по треугольнику. Бермудский треугольник, телевизор, диван, холодильник. И курсируя между вот этими тремя составляющими, человек мало того, что он начинает мало двигаться, при укладке на диване, он начинает много есть, он начинает потреблять много негативного контента. Потому что телевизор у нас, к сожалению, мы как-то даже проводили исследование, посмотрели, ну, просто это со студентами, смотрели, сколько у нас происходит негативного, сколько позитивного. Просто включаешь любую программу и смотришь, что-то хорошее и что-то плохое. То есть, если включить сериалы любые, да, то там вокруг конфликтов все крутится. Конфликтов и кого-нибудь обязательно убивают. То есть, примерно у нас на один Семирайл, где никого не убили, у нас три-четыре сериала, где какие-нибудь про полицию, про Игры престолов, ну, что угодно, в принципе, и неплохие, может быть, сериалы. Когда обижать Игры престолов. Ну, хороший, может быть, да, но там и убивают людей. Там это все, если бы это был сериал такой вот, где все очень хорошо, но, во-первых, такие смотреть не будут, потому что мы все-таки люди любим смотреть, где страшно, потому что эта человеческая натура, она старается выхватить вещи, которые предупреждают об опасности. То есть, когда, ну, это уже было исследование, что человек хорошо прислушивается к вещам, которые говорят об опасности. То есть, это когда, например, в окрестностях племени обзавелся вождь, там, лев-людоед, эта информация нужна, и человек его запоминает. А если ему сказать, что, а вот у нас там выросли бананы, ну, он скажет, ну, бананы, ладно, вроде как бы хорошие. Ну, ничего, опять с вами не согласны, побежит за бананами сразу. Но если все-таки серьезно и возвращаться к тому, с чего мы начали, то правильно я вас понимаю, что самоизоляция повредила здоровье большинства граждан? Или не все? Ну, вообще, конечно, такие исследования не проводились, но просто по, чтобы сказать, сколько процентов повредило, сколько не повредило, и это, на самом деле, очень интересная тема. Но, к сожалению, если бы взять всех людей и условно взвесить до и после самоизоляции, мы бы очень интересны сведения, я так поздравляю, ни на одну докторскую или кандидатскую диссертацию по психологии, медицине, биологии мы бы получили сведения. Но, к сожалению, таких сведений мы не знаем, но общаясь, мы понимаем, что разделилось примерно на три части. Небольшая часть людей, которые вдруг самоизоляцию восприняли как некий вызов и как некие возможности изменить собственную жизнь к лучшему. И таких людей… Появилось больше времени заняться физкультурой. Да, они стали изучать какие-то вещи, они стали читать книги, действительно начали менять свою жизнь, перешли где-то на дистанционную работу и включили какие-то вещи, стали чем-то новым увлекаться. Кто-то стал куда-то выезжать, я знаю людей, которые стали ходить в походы. Вот буквально в прошлом году у нас был прям некий всплеск каякинга, выходов, потому что люди уже как бы их сиди-сидели-сидели дома, а потом уже не выдержали, как наступило лето и тихонько-тихонько стали выбираться. А я, когда я живу на природе, и я… Интересно, когда у меня вокруг озера там небольшая прогулочка, примерно 100 метров от моей дачи, такой маршрут есть, там 100 метров нельзя отходить было. Ну, я такой, вроде, примерно 100 метров я гулял. И интересно наблюдал моменты. Выезжали люди на машине, это был примерно и май, июнь, когда вроде еще не очень разрешалось. И говорили, да, что штрафовали. Но вот они выезжали, открывали там двери, все семьи сели, садились на берег озера и тихо сидели. И это было так вот прям как-то трогательно. И сидели, и прям видно, что они кайфуют. Ну, что вот обычно, я же там все время гуляю, что в предыдущие годы они… Часто люди выезжали, они тут жарили шашлык, включали музыку, там вот, как бы все такое традиционно. Тут вот прям сидели, дышали, любовались, и вот у них такое умиротворение. Вот прям вот… Дмитрий, а другие два лагеря? Другие два лагеря. Некоторые вот… Ну, те, кто, в принципе, продолжал работать так же, да, потому что многие все-таки не… Не особенно изменили, потому что по условиям работы, может быть, прибавилось больше суеты, они продолжали так же примерно суетиться, как суетились ранее, то есть никак не изменили один лагерь. И третий лагерь, который вот, наверное, может быть, он самый многочисленный, у которых здоровье ухудшилось. То есть те, кто вот пошли по пути, попали в этот треугольник, телевизор, диван, холодильник, и буквально где-то в, по-моему, июнь месяц я зашел в магазин, что-то купить. И на кассе, значит, кассир говорит мужчине, мужчина, вот покупайте шпроты по скидкам, еще что-то. Он говорит, какие скидки? У меня жена 15 килограмм за эти два месяца набрала. Это правда. Давайте звонок примем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос вот какой. Я, мне 70 лет, я очень хочу сделать прививку от коронавируса, но у меня заболевание сустава, кост-кокс-артроз, и всегда повышенные рои. Можно ли делать в таком состоянии прививку? Ну, немножко не по теме сегодняшнего нашего разговора вопрос, даже не знаю, что будем отвечать. Ну, в любом случае, всегда нужно обратиться к врачу, который вас отслеживает, к участковому врачу. Ну, на самом деле, сейчас уже рекомендуют людям прививку. Вот завтра у нас, кстати, будет встреча с главным врачом Центра медицинской профилактики общественного здоровья Муравцом Александром Владимировичем, который будет как раз рассказывать про особенности современной прививочной компании. Сказать вам однозначно, что нужно, не нужно, я не могу, потому что это нужно знать вашу клиническую картину, а я не доктор. Вам нужно обратиться к леченому доктору, который скажет, да, вам можно, нужно, но вот со сблюдением таких-то или именно вот такой-то вакцины, может быть, какие-то именно даст рекомендации. А вы сторонник прививки? Я не… да, я на самом деле планирую сам сделать прививку, потому что, ну, я переболел, я переболел в лёгкой форме в ноябре месяце, но сейчас вот недавно померил антитела, и антитела уже нет, потому что недостаток он быстро кончится, мне уже можно делать прививку, я планирую в ближайшее время привиться. Хорошо. Мы сейчас говорили о том, что у многих людей ухудшилось состояние здоровья по той простой причине, что было мало движения, была несбалансированная еда, не было прогулок, не было чистого воздуха. Но вот ведь вернуться к докарантинному режиму ведь не так просто. И мышцы ослабели у многих, у многих просто мышечный корсет буквально рухнул. И я знаю, что люди после снятия ограничений просто побежали бегом в спортзалы. Вот правильно ли это было? Как нужно было возвращаться к физической активности? Ну, тут, что называется, нужно смотреть по человеку, потому что прям бегом-бегом побежали, и кто-то побежал. Ну, во-первых, начнем с того, что бег вообще для тех людей, кто не бегает, бег не рекомендуется сразу начать применять, потому что почему-то все думают, что вот займусь здоровым образом жизни, с понедельника начну бегать. Вот это мы категорически запрещаем, потому что если вы раньше не бегали, то бежать никуда не надо. Нужно ходить, потому что бег – это нагрузка на суставы. Да, я прерву еще раз, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Да, только что прям вот включила. Для них даже скажите, правда ли ходьба болезни и бега? О, отличный вопрос. Мы как раз отвечаем. Говорим на эту тему, спасибо. Смотрите, если вы не бегали, то ходьба, разумеется, полезнее бега, потому что, еще раз повторюсь, бег – это ударная нагрузка на суставы. И если у вас есть лишний вес, то бег не рекомендуется, потому что сразу начинают проблемы с коленями, начинает голеностоп, начинает позвоночник. То есть, если люди всю жизнь бегали и бегают, и бегают правильно, потому что бегать нужно правильно. Ходить, конечно, тоже нужно правильно, но это менее критично, потому что все-таки такой ударной нагрузки нет ни на суставы. Плюс сердечно-сосудистое может и не выдержать. То есть, вот проводились же исследования, когда вот модный в 80-е годы джоггинг бег трусцой, выяснилось, что люди, которые бегали трусцой, у них по сравнению с контрольной группой количество инфарктов было больше гораздо, потому что вот все-таки это же нужно очень медленно разгоняться, нужно правильно ставить. Ну, то есть, это действительно очень сложная штуковина. То есть, хочешь как лучше, а получается совсем обратный результат. Да, и совершенно обратный эффект, потому что, ну, есть исследования о том, что люди, которые бегали, вот именно вроде бы не торопясь и бегают, бег от инфаркта, они к инфаркту и прибежали. Поэтому все врачи практически рекомендуют именно заниматься ходьбой, причем ходьбой в щадящем режиме. То есть, если вы долго-долго лежали, то не надо сразу там себе проходить 10-15 тысяч шагов, не нужно себе там ставить зверские задачи, потому что это тоже нагрузка на суставы, нужно расхаживаться постепенно, но тем не менее ходьба, это вот называется то, что доктор прописал. Она, опять же, еще такая есть тонкость, что почему-то люди говорят, что здоровительная ходьба, это же ходьба с палками. Я сам сторонник скандинавской ходьбы, но не нужно думать, что вот только с палками вы тогда вот оздоравливаетесь. Это может быть ходьба без палок, просто вот ходьба по городу, неторопливая ходьба в парке. Потому что люди обычно берут палки и начинают… – Активно идти. – Активно идти, причем там палки они несут перед собой. Встречали случаи, когда бабушка говорит, «Я вот с палками узнала, что нужно ходить». Ну что ж с палками? Я хожу-хожу, а у меня давление все скачет и скачет. При этом, а как вы ходите? Вот так она берет палки, значит, и вот их перед собой перетаскивает. При этом она подтянула над плечи, вот тут у нее все зажалось, разумеется, кровь в голове не поступает, сердце бабахает, чтобы протолкнуть как-то. Вот у нее вот этот спазм. Поэтому существует, ведь не зря существует школы скандинавской ходьбы, которые учат ходить правильно. Наши там любимые доброходы, с которыми мы тесно сотрудничаем, то есть нужно ходить правильно, размашисто, расслабленно, двигая этими палками. Но можно ведь ходить и без палок, то есть потихоньку наращивая себе нагрузку. И таким образом, на самом деле, ходьба является одним из основных технологий по восстановлению домоседов, то есть людей, которые сидят дома, потому что она сразу выполняет несколько функций. Это дозированная двигательная нагрузка на суставы, на сердечно-сосудистую деятельность. Второе. Это свежий воздух, если особенно гулять в парковой зоне, вентиляция легких, которая нужна всем, в том числе особенно, даже я бы сказал, людям уже перенешим коронавирусную инфекцию. И третья составляющая, то что человек, двигаясь, он не потребляет негативный контент из телевизора, социальных сетей и так далее. Из ушей потребляет, из наушников. Ну, стараться не потребляя, стараться включать классическую музыку, а еще лучше слушать птичек, даже смотреть на природу. Конечно, лучше звонок послушаем. Алло, здравствуйте. 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 У меня вопрос по поводу воды питьевой. Вот все говорят, что нужно пить воду, причем информация такая разная, кто-то советует литр, кто-то там чуть ли не до трех литров в день. Относится ли это ко всем? Потому что вот я замечаю, что как только я начинаю пить, ну, хотя бы литр два воды в день, у меня начинают болеть почки. Может быть, это как бы вообще не всем показано. И, на самом деле, сколько же ее надо пить? Вопрос, который интересует многих меня, в том числе, ответьте, пожалуйста. Ну, я снова скажу про рекомендации. Да, то есть, да, рекомендуется не менее двух литров, но это, например, вы же еще говорите про все жидкости, потому что почему-то люди, например, пьют чай, а потом еще пьют еще два литра чистой воды. То есть рекомендуется ведь, на самом деле, посчитать, что если вдруг вы пьете три литра чая и еще и два литра сверху чистой воды добавить, то это вообще огромное количество. Пять литров уже, на самом деле, почкам тяжело будет. Плюс здесь имеется, опять мы говорим про некую постепенность. Да, то есть, если вы, например, действительно, есть люди, которые пьют мало, и вдруг они узнают, что нужно пить там два с половиной, три литра при их там росте и весе, и плюс они еще, у них оказывается, что проблемы с сосудами, то есть и они начинают эти вот вдруг себя там насильно три литра-два вливать, конечно, могут быть проблемы. Поэтому, например, если действительно проблемы с отечностью, то это говорит о том, что плохо дренируются ткани, и нужно питье сочетать с умеренной физической нагрузкой. То есть как бы получается, что опять нужно комплексно подходить, потому что, ну, правильно говорят, что нужно пить не менее двух литров. Ну, это еще нужно смотреть по весу, по массогабаритным параметрам, но ведь нужно понимать, что это нужно сочетать с обследованием у врача, потому что может оказаться, что у человека заболевание почек, да, и нужно обратиться, опять же, мы говорим к поликлинику, к лечащему врачу, и какие-то жалобы сдать, какие-то определенные обследования пройти, хотя бы, например, сдать анализ мочи, анализ крови, понять, что происходит. Второе, не нужно действительно брать и пить сразу, если вы пили до этого пол-литра, то тут переходить на три. Постепенно сочетать с двигательной активностью, потому что это ведь жидкость должна в организме циркулировать. А если ее просто загрузить в кишечник, а потом лечь, смотреть телевизор и время от времени еще доливать, то опять будет проблематичность. Поэтому вот мы говорим про комплексный подход, что обязательно должна быть двигательная нагрузка, правильное питание, работа с информацией, с тем, что мы потребляем, чтобы быть успокаиваться, нормализация питания, по-моему, говорил, водно-солевого баланса, ограничения определенные, то есть курение запретить себе, злоупотребление алкоголем, потребление избыточной соли. Ну то есть, в принципе, опять мы говорим про одни и те же вещи, но их нужно реально в комплексе. Вот, про одни и те же вещи мы говорим и неоднократно. И у меня сложилось впечатление, что люди так достаточно скептически уже относятся к разговорам про здоровый образ жизни. Вот давайте сначала я вас хочу познакомить с опросом, который мы провели у себя в соцсетях. Мы спрашивали у людей, что такое здоровый образ жизни. И вот очень интересно распределились голоса у нас. Видите, вот полезно, дорого, трудно, модно, простите. Что скажете по результатам? Ну, в принципе, вот когда мы работаем с людьми, примерно так все и рассказывают. Это вот обычные вещи, да, потому что полезно, понятно, что полезно. Здоровый образ жизни вроде бы полезно. Просто очень часто эта же польза, она, когда задаёшь людям, да, мы знаем, что полезно, а почему сами не ведёте? Ну, мы ведём, мы на самом деле занимаемся, мы ведём здоровый образ жизни. А смотрю на женщину, говорю, вы не ведёте здоровый образ жизни. Почему вы так решили? Говорю, потому что я просто взглядом понимаю, что у вас индекс массы тела больше там приближается к 35, то есть у вас избыточный вес. О чём это говорит? Мало двигательной активности, многие питания, избыточное питание и так далее, что человек уже перешёл в состояние практически заболевания. Ну, это уже обязательно будут сопутствующие заболевания. Обычно после этого человек обижается. Как же так? Но тем не менее он считает, что некий здоровый... Вести полезно, но это не для меня. Очень такая... Говорю, надо постепенно, постепенно, по чуть-чуть. Потому что как обычно человек берёт, это же полезно, вдруг он понимает, что нужно вести, он говорит, всё, с завтрашнего дня не ем, пью 2 литра воды и бегаю. Человек, у которого там 35 индекс массы тела, он начинает это всё применять, у него сразу сердце плохо, он уже к среде, он весь уже ему плохо, потому что уже отёк из-за избыточной, потому что ему плохо, потому что мало сахара, уже голова кружится. И, к счастью, в четверг он там перестаёт вести здоровый образ жизни, потому что если он в таком времени продолжал вести здоровый образ жизни, мы бы человека потеряли. А что делать-то тогда? Постепенно. Мы уже, как говорим, нужно шаг за шагом. Знаете, слона нужно есть очень маленькими кусочками. То есть по чуть-чуть отрезали, то есть понимаем, что уже есть опять, да. Что нужно определиться, добавить себе двигательной активности прежде всего, да. И всегда мы рекомендуем, самый приятный способ начать вести здоровый образ жизни, это купить себе новых гаджетов. С большой вероятностью он не будет у вас валяться, но тем не менее человек хотя бы пошёл и уже купил, ну то есть какие-нибудь там фитнес-трекер, палки для скандинавской ходьбы, кроссовочки, рюкзачок, ещё что-то, потому что это такой... Человек же любит покупать шоппинг такой, и вроде как купил, и вроде их надо как-то выгулить всё это, вот это всё дело нужно выгулить. Есть повод начать что-то двигаться. Он самый простой, самый приятный этап, но вот как бы такой. Затем, раз уж всё это купили, начать потихоньку это дело выгуливать. То есть хотя бы там фитнес-трекер, посмотрели, сколько вы ходите, и добавили себе, допустим, если выяснилось, что вы ходите там 3000 шагов, сказать, ну ладно, на этой неделе моя цель будет поставить 4000 шагов, но каждый день. Это спокойно делается на смартфоне, сейчас с этих программ навалом, то есть вы там целевая 4000 шагов, то есть всего на 1000 шагов вот на самом деле вот из серии сходить до ближайшего магазина и обратно. Это не так много плюс 1000 шагов. Но если вы это делаете регулярно, раз, вроде ничего, добавим 5000, плюс ещё 1000 шагов, плюс ещё, потом раз уже смотрите, у вас уже 10-12 тысяч шагов. Ну постепенно, то есть вы понимаете, что можно проехать 3 остановки на автобусе, а можно пройти пешком. Прошли. Затем с питанием, немножко питание подредактировали, то есть сказать, а вот дай-ка я буду, сегодня буду есть, после 7 часов прекращу приём пищи. Тяжело. Ладно, давайте после 8 прекращу. Там постепенно, постепенно отодвинулись, сделали там себе. И так по всем направлениям, видимо, потихоньку, да? По чуть-чуть, и тогда это будет достаточно незаметно, ненапряжно, потому что когда любые радикальные изменения, они приводят к гораздо более худшим последствиям. И так постепенно, постепенно вы можете это сделать. Дмитрий, я думаю, что зрители уже давно видят, что перед вами лежит что-то яркое, и хочется уже понять, что это и для какой цели принесли в студию. Тем более, что, вот, Дмитрия мы на самом деле ждали здесь уже давно, поскольку это адепт здорового образа жизни, человек широко известный, человек без лишнего веса, без лишних морщин, активный, и, конечно, мы ждём каких-то практических советов. Вы заметили, что вот 11% проголосовали, что это трудно, здоровый образ жизни — это трудно. Так вот что-то попроще нам можете подсказать? А ещё на втором месте у нас было дорого, потому что всё время говорят, здоровый образ жизни это нужно вести, это очень дорогое питание, это очень дорогое, там нужно в очень дорогой фитнес-клуб ходить, и это всё дорого. И это тоже является на самом деле мифом, потому что и правильное питание, если оно, во-первых, вы же едите немного, если правильно питаться. У меня знакомая, которая ведёт очень правильное образование, говорит, слушайте, я ни в чём себе, в принципе, не отказываю, я там питаюсь очень правильной и вкусной пищей, то есть сёмга у неё всё время, ещё что-то вот такое. Я боюсь, что мы не успеем посмотреть упражнения до конца программы. А вот теперь про дорого, то, что вот когда говорите дорого, есть правило, используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. То есть вот это вот такой один из тренажёров, который можно заменить дома, это обычный пояс. Ну, можно заменить поясом от халата, можно себе там спортивным поясом заменить. И что с ним делать? С ним огромное количество упражнений. Я вам дам попробовать. Сделаем одно упражнение. Я расскажу, какие виды упражнений существуют, прям пробежимся. У нас прям две минутки, Дмитрий, поэтому вы нам обязательно должны успеть показать. Хорошо, давайте тогда мы сделаем упражнение, которое способствует то, что мы говорили, что тревожность. Люди, находящие в самоизоляции, находятся в тревожном состоянии. И что мы делаем? Чтобы не тревожиться, попробуйте обвязать пояс двойной петлёй вокруг. Почему люди тревожатся? Они говорят, где у вас тревожность? Они там, говорят, ищут, говорят, ну, везде в мире тревожно. Нет, а именно у вас. Выясняется, что тревожность у них вот здесь, там, где диафрагма. Почему? Потому что, как правило, тревога совпадает со спазмом диафрагмы. И когда человек чувствует, что у него спазмировалась диафрагма, становится трудно дышать. Как он воспринимает? Тревога, тревога. Вот смотрите. Обвязали, что дальше? Обвязали, затянули. То есть вот таким вот петельком. Но это же дышать невозможно. Выдохнули. Так. Выдохнули, затянули, чтобы дышать было тяжело. И вот если вы немножко посидите, закрутили, вы почувствуете состояние тревожности. Потому что вот как раз, когда вот так затянуто, спазмируется диафрагма, это мы сымитировали приступ тревожности. А как снимаем? Теперь мы, смотрите, попробуйте вот этот пояс разорвать с помощью ребер. То есть вот сделать вдох небольшой. Но чтобы ребра у вас, видите, начали давить на пояс, чтобы вы его пытались разорвать. И вот делаем буквально таких 10 полувдохов. То есть много воздуха не набираем, а именно за счёт пробуем ребрами, попробуйте вот ребрами, чтобы они у вас пытались этот пояс разорвать таким образом. Они пытаются, да. Что дальше? Пытаются, да. Вот прям чтобы вот так вот было. И? И потом попробуйте развязать этот. Вот развязали. Ой, какое счастье. Какое счастье. Дмитрий, ну это нужно себе что-то перетянуть. Тебе станет плохо потом убрать. Да, потому что мы сымитировали это. Мы практически сделали такой, спровоцировали вот этот спазм, спровоцировали приступ паники. И за счёт того, что мы попытались всё равно, мы эти мышцы растянули и дали им поработать. И таким образом, да. Дмитрий, к сожалению, на этом мы сейчас уже будем прощаться с нашими зрителями. Разговор про здоровый образ жизни бесконечен. И Дмитрий мог бы дать ещё, наверное, очень-очень много советов. Ну приходите к нам, пожалуйста, ещё раз. А мы, собственно, желаем всем здоровья. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова